Набережная реки Сочи – визитная карточка курорта. Это одно из самых любимых мест для прогулок у горожан и гостей города. Так было во все времена. Ну, в общем, все понятно. Потолкайтесь по комиссионкам, загляните на рынок, посидите в ресторане. На вокзал можно. Зайдите. Одним словом, будьте больше на виду. Естественно, у вас будут расходы. 45 лет назад набережная Сочинки стала декорацией к одной из самых популярных советских комедий «Бриллиантовая рука». Здесь снимались сразу несколько сцен с участием Юрия Никулина. На заднем плане можно отчетливо разглядеть и саму реку, и пятиэтажки, и парапет. С тех пор на набережной многое изменилось. Годы не пощадили, казалось бы, прочную каменную конструкцию. Если участок от моря до автомобильного моста по улице Конституции периодически ремонтировали, то оставшаяся часть забора всегда оставалась без внимания. Здесь устанавливали временные ограждения, но до капитального ремонта так и не доходило. Часть забора разбила время, другую – молоток строителей. Капитальный ремонт набережной начался накануне. И сегодня рабочие уже демонтировали каменное заграждение на участке от Краснодарского кольца до Центрального рынка. Пока на набережной горы из каменных глыб. В ближайшее время строительный мусор вывезут и приступят к установке нового парапета. Тут же заменят брусчатку и постелят тактильные плитки до удобства перемещения маломобильных групп. Что касается улицы Конституции набережной, которая позади Краснодарского кольца, в сторону гор, там также будет выполнено около 1000 квадратных метров брусчатого покрытия, заменен парапет каменный и выполнена дорога до вертодрома в новом варианте с разметкой. А окончание работ 15 сентября. Что касается менее проблемного участка набережной, от моря до автомобильного моста, там парапет уже привели в порядок. Осталось перестелить брусчатку. Новое покрытие получил и подвесной пешеходный мост. Его покрасят, а позже здесь появится неоновая подсветка. Решится, наконец, и давняя проблема. Водопроводные трубы, проложенные на тротуаре якобы временно, еще в 80-х. Их уберут. Когда именно этот вопрос администрация города сейчас решает с краевым департаментом по строительству.